Ставропольские учёные Имя этому уникальному артефакту придумали не любители фантастики, а самые, что ни на есть, консервативные учёные. В древнем захоронении, вскрытом во время раскопок, было обнаружено нечто странное. Баранецкий лес с человеческим черепом. Более изящного определения, чем «человекобаран», свои находки археологи подобрать не смогли. Что это такое «человекобаран»? То есть там была комбинация черепа молодого человека до 25 лет и туловище барана. Вот так вот это всё находилось, вот в таком положении. Сергею Савенко одному из открывателей «человекобарана» в голову поначалу лезли ненаучные мысли. А вдруг Ставропольская археология обнаружила ранее неизвестное человечество аномальное существо. Чтобы зря не будоражить уфологов, скелет отправили на экспертизу. Нашлось одно, одна аналогия, она даже территориально не так далека, это территория Крыма. Захоронение человека, там скелет был почти полный, но руки и ноги были очленены до, где-то до локтевых суставов. И приставлены были кости животного, ну, предположительно, козы. Специалисты-антропологи опровергли все фантастические теории, но ни одну из загадок невиномысского захоронения при этом не раскрыли. Загадочное захоронение способно взбудоражить воображение не только археологов эпохи раннего Средневековья. Это всё, что пока о нём известно. Каких-то сведений о самом ритуале у специалистов нет. Может быть, потому что подобных артефактов на Северном Кавказе раньше не находили. По всем остальным археологическим признакам невиномысское захоронение вполне типично для своей эпохи. В загробный мир усопшего провожали, соблюдая необходимые ритуалы. В могиле было найдено оружие и утварь. Это действительно какая-то уникальная ритуальная ситуация. То ли это был особый человек, которого нужно было похоронить. Приключения археологов невиномысской с самого начала приобрели какой-то антинаучный оттенок. Неподалёку от первой находки экспедиция случайно раскопала останки лошади невероятных размеров. Боевой конь имел богатырский рост почти 2 метра в холке и был погребён с нехарактерными для животного почестями. Для этого коня была вырыта специальная ванна в земле. Ванна эта была заполнена травою. И конь в этой ванне лежал на спине. Вы видите, какой он? Пролить свет на происхождение уникальных артефактов учёные пока не могут. Некто из далёкого прошлого оставил на редкость непростую задачу. Максим Березин, Тимур Ахмедов, Сергей Пухтяков и Руслан Абаев. Северокавказское бюро НТВ. Ставропольский край.